И у нас в гостях Рита Кирюшина, Ваня и Женя Пантелеевы и Виталий Дичков, ну а вместе это группа «Спонтанно. Доброе утро!» Здравствуйте! Здравствуйте! Ребята играют регги, да? Все правильно? Ну не совсем. А, не совсем. Я так бы сказала, что это музыкальная эклектика. Ух ты! Да, потому что я вижу скрипку. Скрипка, она обычно, по-моему, в регге-то не появляется. У вас в гостях была группа Куба, которая обозначила скрипку в регге как «Сибирская регги». А, да, были такие, точно, говорили. Вот, поэтому, собственно, вы тоже идете по этому пути. Мы выбрали какой-то свой путь. Вы потом нам скажете, что мы поем. Да, а давайте прямо сейчас поем и послушаем. Продегустируем, так сказать. Давайте, давайте. Да, ты говорила, что нам не по пути, но каждый день пыталась спасти. Ты думала, что истина одна, но эти игры, детка, не для меня. Не надо меня спасать, не надо меня лечить. Мне, конечно, лучше знать, как мне надо жить. Не надо меня спасать, не надо меня лечить. Мне, конечно, лучше знать, как мне надо жить. В любви нет веса, если на весах твои претензии, И будущего сна, ты думала, что истина одна. Но эти игры, детка, не для меня. Не надо меня спасать, не надо меня лечить. Мне, конечно, лучше знать, как мне надо жить. Не надо меня спасать, не надо меня лечить. Мне, конечно, лучше знать, как мне надо жить. Как мне надо жить Не надо меня спасать Не надо меня лечить Мне, конечно, лучше знать, как мне надо жить Не знаю, как это называется, но мне понравилось Да, необычно Группа Спонтана в студии Радио 54 Сразу пришли к такому стилю или были какие-то поиски творческие? Сразу Вы знаете, наши творческие поиски просто очень давно начались И они шли как бы очень разными путями мы все шли Наша история, вообще знакомство, она стоит Расскажите Да, интересно Серьезно Вы знаете, мы вообще вот так, если я даже заготовку приготовила Мы встретились абсолютно случайно Внезапно начали репетировать И спонтанно написали уже около 10 песен Буквально за пару месяцев Да, буквально за пару месяцев Наша история такова Мы познакомились с Ваней уже очень много лет назад Больше 10 Больше, да Да нет, наверное, не больше 10, наверное, лет 7 назад мы познакомились И создали группу Из которой я увела басиста, он стал моим мужем Бывает, ну нормально И группа распалась Ну, Ваня за это время нашел себе жену И мы снова встретились, так как дружили И что-то как-то опять наши вибрации сошлись И мы стали вместе Но у нас была проблема, у нас не было барабанщика И наша история знакомства с Виталиком, она вообще тоже удивительная Потому что мы вот в очередной раз на репетиции обсуждали Как же грустно все-таки, что у нас нету барабанщика И как бы нам его найти И вот я еду с репетиции с первой майки в свой город Бердск И вижу, идут два таких шатающихся парня с гитарой И что-то меня... Гитары тяжелые просто, да Да, что-то меня подтолкнуло остановиться Они были такие веселые Я сказала, ребят, ну не будете хулиганить Подвезу Они сказали, мы будем вести себя хорошо И в машине внезапно оказалось, что Виталик, барабанщик Который как раз сейчас в поиске Который только что из Бурятии, да? Из Москвы Ну он... Из Бурятии Долгий путь Из Бурятии или Интернеги Да, он там пошел сначала из Бурятии в Москву, в Питер И потом каким-то случайным образом оказался на трассе И вот, теперь мы все вместе С нами еще сейчас нету нашего рогомаффин-короля Юра Вот, потому что он у нас еще доктор И в данный момент занимается тем, что реабилитацией детей В общем он занимается И поэтому не может с нами здесь с вами присутствовать Но у нас в воскресенье Мы будем играть на разогреве у группы Куба В Лондон-баре И там можно будет послушать наши другие песни И может быть в том числе и Юру Как он классно читает рогом А прямо сейчас мы хотим снова послушать вас Давайте Да, группа с фонтаном ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Да, кто не в курсе. Но я к тому, что вам нравится такая музыка? Да. Наша музыка, безусловно, нравится. АБГ? АБГ. Сестра, так ёлы-палы. Здравствуй, сестра. Моя любимая песня у аквариума. Я, я змея. Я, я змея. А я-то думаю, что такое? Что это? Вообще, какую музыку слушаете? ну, вот так, дома, когда отдыхаете? Различную, в том числе и регги. Вот Дезмонд Деккер, вот для меня, я хотела о нем сказать, почему-то как регги-исполнитель он абсолютно забыт все... Ну, мы знаем, Боб Марли и Боб Марли. Вот, да, Боб Марли. Нет, Боб Марли, это, конечно, классика. Он в любое настроение мне подходит, но Дезмонд Деккер, это 72-й год. И там такая рага настоящая, вот прям веселье. И, кстати, хотела сказать еще про... Ubi 40 хорошая группа, Big Mountain, ну, это вот... Ну, это европейская такая рага, я бы сказал. У нас очень разные музыкальные вкусы вообще в группе, очень разные. Мы не можем даже как-то это... Поэтому, наверное, столько сомнений. Поэтому мы такие спонтанные, внезапные. Потому что каждый раз что-то меняется, и каждый раз мы находим что-то новое в себе. Как вот это отголоски. Мы слушаем все. От ACDC до пост-рока. Пост-рок, это на кого показали? На Виталика. Он такой наш панк-философ в нашей команде. Да, судя по прическе, отпетые мошенники. Я шучу. Которых еще не отпели. Черный юмор. А значит, давайте сейчас приедемся на рекламу, и потом вернемся в студию. Хотя самое время, да, про рекламу. Реклама на Первом областном радио. Телефон в Новосибирске. 362 07 67. Студия 54. Где живем, там и поем. В студии Радио 54. Рита Кирюшина, Иван и Женя Пантелеевы, и Виталий Дьячков. Ну, а вместе эта группа спонтанно. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Да, и я так понял, что это, ну, вот когда говорят регги, это солнечная регги, говорят. У вас не солнечная регги, я смотрю. Оно такое адаптировано к сибирским условиям. Да, я прав? Сибирское. Сибирское. Ну, такое оно. С философией, я бы даже сказал. Место обуславливает и музыку, и мысли, и общая жизнь. Мы живем здесь, мы любим такую музыку. Она не обуславливается, а только стилем регги. Я вообще так про философию хочу вам сказать. Мы все в этом плане испорченные люди. Ну, то есть, нам всем уже ближе к 30, и осознанность, она для нас стала частью жизни. Ну, то есть, как-то мы так двигаемся, постоянно обсуждаем. Если послушать наши диалоги на репетициях, страшно становится. Ты думаешь, боже мой, вообще, с кем я общаюсь? Сколько мыслей, как так получается? Ну, вообще, я так скажу, вот мой девиз по жизни, мой, это только сомнение и только эксперимент. Нельзя быть ни в чем уверенным. Нужно просто идти вперед и делать что-то, пробовать, экспериментировать и не бояться. Я была учительницей. Была учительницей, бухгалтером. Я только не была. Сейчас я пою, и одно другому не мешает. И вот это самое главное. Почувствовать вот эту искренность, свою свободу личную, внутреннюю. Кстати, вот следующая песня, которую мы хотим спеть, как раз об этом. Тогда будем петь? Давайте попробуем. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мне интересно. Вы недавно совсем сколотили банду, можно так сказать. И уже, я так понимаю, практически есть альбом. Да, действительно. Но они так еще вот такие вот. Несколько вариантов. Несколько вариантов. То есть, почему мы можем все их как бы... У нас иногда настроение есть грустное. Мы вот эту песню, она поется вообще как такое, знаете, блюз человека, который вот скоро увидит свой последний путь. Вот так она иногда звучит. А есть вот такая мажорная более версия? Все зависит от настроения. Все по-разному. По первой точке, по посылу. Мы все как бы слушаем друг друга, и от этого все идет, как оно идет просто. И очень здорово, что это можно не стеснять в себе внутри, а просто двигаться. Хорошо, знаете, извини, Жень, просто я очень хотела это сказать. Хорошо, что нас еще окружают такие люди. То есть, помимо нашего вот этого творческого начала, вокруг нас есть люди, которые нам помогают, которые всегда поддерживают. Например, Николай Иванов. Ну, про него просто нельзя сказать. Это вообще родитель оркестр Совой. Ну, и такой, знаете, человек не просто одаренный, а вот по-своему гениальный. Мультиинструменталист. Душевно переживающий. И душевно, да, переживающий за всех нас, непонятно по какой причине, но мы чувствуем, что он видит что-то в нас. И вот это действительно дает, мне точно дает силы идти дальше. Потому что у нас тоже за эти даже несколько месяцев были уже сложности. Но выступления уже были? Вот, в воскресенье, первое выступление. А, это первое выступление. И вообще только сегодня первое выступление. А я хотел спросить о реакции, так сказать, зрителей, об отзывах тех, от слушателей. Ну, мы начали, собственно, с выступления. Лита приехала, мы начали играть и сразу же пошли, как бы, играть по двор. А там столько народа сразу же понабежало. Просто неизвестно откуда. Человек 20. Компания какая-то странная пришла. И как они реагировали? Восторженно. Все было кач, все было так прекрасно. Не, ну, во дворе это понятно. Да. Во дворе мы всегда любим. И все любим. И это будет, получается, премьера вообще, да? Да. Круто. Давайте еще раз всех приглашать. Приходите всегда. Да, пожалуйста, приходите в воскресенье в пять вечера в Лондон бар, потому что только мы можем вас заставить туда в пять вечера прийти. Но мы того стоим. А Куба, тем более, это вообще отдельное удовольствие. Рита Кирюшина, Иван и Женя Пантелеева и Виталий Дьячков, а вместе эта группа спонтанно были у нас в гостях в студии «Радио 54». Спасибо за творчество, за атмосферу, да. Всем позитивных, добрых выходных. Эвелина Ларина. Александр Часоветин. Эвелина продолжает работу в эфире «Радио 54». Ну, а я прощаюсь до понедельника. До октября, кстати, да. Мы выходим в эфир 1 октября. До октября, пока. Всем пока, пока.